В эфире телеканала СВОЮТВ программа «Актуальное интервью» в студии Лёна Евдокимова. Здравствуйте! В нашем крае усилили работу в сфере репродуктивного здоровья и профилактики искусственного прерывания беременности. Особый акцент делается на проведении профосмотров подростков с 12 лет. Какие еще мероприятия проводятся с подрастающим поколением и что нужно делать для сохранения репродуктивного здоровья, нам подробно расскажет главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства травоохранения Ставропольского края Виктор Аксенинко. Виктор Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Радует вас сегодня в студии. Очень актуальная тема, очень много внимания ей уделяется в последнее время. Итак, репродуктивное здоровье женщин для начала обсудим. Какая же ситуация в нашем крае? Ну, вообще, надо определиться, что такое репродуктивное здоровье. Вообще, репродукция – это воспроизведение. Ну, есть в разных стилях. В художественной литературе можно репродуцировать что-то. А репродукция в медицине – это воспроизведение потомства, если так грубо говоря. Но есть понятие репродуктивное здоровье, которое включает в себя физическое здоровье женщины. Это нормальный менструальный цикл, это отсутствие заболеваний. Это психическое здоровье женщины. Нет депрессии, нет различных нервно-психических расстройств. И, конечно, социальная адаптация. Женщина социально адаптирована в обществе. Вот эти три, как бы, Китая, определяют репродуктивное здоровье. Но и не только женщина, но и мужчина, если мы говорим о воспроизведении потомства, то без мужчины это пока еще невозможно. Поэтому немного, может, коснемся и мужчины. Поэтому эта проблема серьезная, и она не только сегодня актуальна. Она была актуальна всегда. Особенно проблемы эти актуальны в послевоенное время. После Великой Отечественной войны была большая потеря населения. И принято решение, ну, например, о запрете абортов. И до 1955 года был запрет абортов для того, чтобы повысить население страны. К сожалению, это привело к росту криминальных вмешательств. Но, тем не менее, было воспроизводство населения. Репродуктивная функция в то время была бы высокой. Но я приведу пример. Если хотите, есть статистики. Для того, чтобы просто воспроизвести население какой-то страны, необходимо чуть больше двух детей в семье. Ну, там, статистика 2,1. Вот это является обязательным для воспроизводства. Да если все это ниже, то мы получаем проблемы. Так вот, в 50-х, 60-х годах этот индекс у нас был 2,5-2,8, доходил до трех. Вы знаете, какой индекс сейчас? Какой же? По России полтора. То есть это значительно меньше для вообще воспроизводства населения. И, ну, у нас регион Северо-Кавказский немного в этом отличается от всей России. У нас 1,71. Ну, правда, Старопольский край 1,56. То есть мы не дотягиваем, поэтому эта проблема актуальна и очень серьезна, как никогда. Ведь этот год – год семьи. Поэтому это актуально и вдвойне. И этот коэффициент, он уже остается стабильным не первый год, я так понимаю? Ну, в общем-то, да. Он немного повышался. В 2014 году был около 1,7-1,8 даже по России. То есть это был неплохой показатель. А с 2014 года он снова стал снижаться. Но это тенденция во всем мире. Совершенно недавно опубликованы результаты обследования Всемирной организации здравоохранения. Так вот, во всем мире с 2,8 снизился до 2,2. Во всем мире. Представляете, это очень серьезная тенденция. Тенденция во всем мире. Снижение рождаемости. Считается, что к 40-му, после 40-го года начнется убыль населения во всем мире. Ну, есть такие статистические данные. Верны или не верны? Мы доживем до 50-го года, узнаем. Данные цифры, они все-таки складываются по большей части связанные с физическими показателями или же социальными? Почему вот такая статистика на убывание сейчас идет? Ну, и физические, социальные проблемы. Социальные проблемы, неустроенность, неуверенность в будущем, бедность. У нас же в стране есть бедность. Кто-то где-то не отрицает, почти 15% это ниже границы бедности, это тоже проблема. Физические есть особенности физические. Ну, основная, наверное, в том, что сейчас первые роды у женщин это старше 28-30 лет. Если 30-40 лет назад первые роды, это были роды в 20-22 год, ну, 18-22 год, а потом вторые 22-25 лет, то сейчас первые роды в 28-30 лет. Что такое 30 лет, когда женщина, она старается получить социальную адаптацию или, ну, свое место в обществе, то есть занимать какое-то место. Она приобретает квартиру, машину, ну, теряет здоровье. И к 30-35 годам, не минуем, появляются какие-то заболевания. Не обязательно какие-то серьезные болезни, но заболевания, связанные, например, с поражением женских полых органов. Возникает эндометриоз, миома, воспалительные заболевания. Это приводит к бесплодию. Потом начинаем бороться за бесплодием. Вот это проблема. Конечно, если первые роды, когда женщина здорова, молода, здоровая, она рожает первого ребенка, естественно, здорового ребенка, это должна быть перспектива. Но, к сожалению, это время, наверное, уже не вернуть. То есть, по большому счету, все-таки это социальный фактор, да, играет роль, то, что вот сейчас так сильно изменился возраст. Ну, и социальный, и физический, то есть, да, сейчас физическая культура, женщины многие занимаются спортом, но все равно здоровье женщины к этому возрасту, они подходят уже с какими-то проблемами. Поэтому здесь два этих фактора имеют серьезное значение. Ну, и второе, не менее важная составляющая репродуктивного здоровья, как мы и сказали, это репродуктивное здоровье мужчины. Какие же тут составляющие фактора? Всегда, когда мы обсуждаем, и вот обследование в школах до недавнего времени, в основном уделялось внимание девочкам. И мальчикам очень редко. Мальчики, это 14-15 лет, когда они переходили в военкомат. Но там уже выявлялись такие серьезные проблемы у мальчиков, которые иногда просто уже даже нельзя и разрешить эти проблемы. Поэтому мальчикам сейчас уделяется тоже большое внимание еще из детского сада. Но все равно на протяжении последних 50-70 лет проблемы мужского здоровья и, ну, например, есть понятие сперматозоидов. Вот качество сперматозоидов по оценкам Всемирной организации здравоохранения качество снижается за последние 30 лет практически в два раза. И вообще 40% бесплодия это мужчины, 40% женщины, 20% еще 10% это смешанные, 10% неизвестных. То есть 40% из бесплодных браков это мужчины, причина мужчины. А из чего вот так складывается? В принципе, вот мужское репродуктивное здоровье, из чего оно складывается? То же самое. Это заболевания, различные заболевания, травмы. Чаще всего и самым частой проблемой это является простатит у мужчины. Иногда простатит является профессиональным заболеванием. Например, у людей, которые очень долго сидят и мало двигаются. Это водители, ну, кто там еще связан, кто долго сидит. В принципе, офисная работа за компьютером, скорее всего. Да, офисная работа, когда долго возникает снячье положение, накапливается кровь, возникают фиброзные изменения, и мы получаем проблему. Ну, еще одна проблема, которая возникает, это очень много молодых людей, которые увлекаются различными добавками для того, чтобы выглядеть хорошо. Мышцы у них красивые, пресс красивый. Они начинают добавлять гормоны, и в результате получается угнетение половой функции. Получается красивое тело, но с точки зрения воспроизведения потомства оно становится просто ненужным. С какого же возраста нужно начинать вот эти осмотры и для мальчиков, и для девочек? Ну, осмотры первые должны быть в детском саду. Вообще, первый осмотр делается в роддоме. И осматривает нарушенные половые органы, и иногда находит, ну, например, у мальчиков крипторхизм, когда бичка не опустилась в мошонку. У девочек тоже есть проблемы, которые выявляют во время этого состояния. Поэтому это первое в роддоме. Затем детский сад, осмотр врача в детском саду. Затем школа, есть школьные врачи, которые осматривают мальчиков. Ну, затем мальчики идут в военкомат, девочки наблюдаются. Иногда, если возникают проблемы, то это детский гинеколог. До 18 лет детский гинеколог. С какого же возраста уже самостоятельно девочка может обратиться к гинекологу? Ну, юридически с 15 лет она получает паспорт, и она имеет право юридически сама расписываться в документах. Но и в России принято, что все-таки до 18 лет это должна быть подпись родителей, если на обследование. Ну, и желательно присутствие кого-то или родителей, или ближайших родственников. Но вообще должны присутствовать родители. Но обычно мама у девочки, папа у мальчика. Как-то так принято. Если мы посмотрим на предыдущий 2023 год, можем ли мы привести какую-то статистику именно по нашему краю, каким же он сложился в плане репродукции? Ну, если сравнить с 2021-2022 годом, когда был ковид, то это было очень проблемно. У нас погибали беременные женщины, у нас были проблемы. Это во всем мире было так. Это было в России, в мире, в любой стране. И мы не исключение. И сейчас, знаете, как получилось, когда ковид, и люди боятся куда-то идти. Они боятся идти в... Ну, и рекомендовалось идти в поликлинику, где много людей, вызов на дом. Многие не ходили просто к врачу. Ну, ничего не болит, зачем я пойду? Ничего не болит, зачем я пойду? Но в результате мы сейчас получаем очень серьезные проблемы. Это женщины, которые не ходили на осмотр, диспансеризацию. 21-й, 22-й, 20-й год. И мы сейчас получаем запущенные случаи, к сожалению. Это первая проблема. Вторая. Ну, все-таки некоторое снижение рождаемости у нас есть. Вспомним, 20-й год у нас было в крае 32 тысячи родов. В прошлом году у нас было около 26 тысяч родов. Представляете, это на 10 тысяч родов уменьшено. На 10 тысяч, то есть на одну треть у нас уменьшилось количество родов в Старопольском крае. Это в России тоже. Ну, может, вот в южных республиках, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, там, в это в меньшей степени. Но вот у нас так. Поэтому это проблема. У нас сейчас 672 тысяч женщин репродуктивного возраста. Это какой возраст? Это 15-49 лет. Ну, вообще считается 15-45 лет. 15-35 – это активный репродуктивный возраст. Вот у нас это количество женщин, к сожалению, снижается. Опять же, и в России тоже. То есть, в принципе, Старопольский край имеет среднестатистические показатели, да? Мы не можем как-то сильно выделить. Ну, в принципе, да. Но, например, по абортам у нас меньше абортов, чем средний по России. У нас, по-моему, 4,2 на тысячу женщин репродуктивного возраста. А в России 5,3. То есть, ну, значительно меньше. Хотя все равно это много. Аборт – это не метод коррекции беременности. Вот как раз хотела узнать, какие же мероприятия проводятся по профилактике искусственного прерывания беременности? Каждая женщина должна понимать, ну, и мужчина, потому что это решение принимается часто в семье, что беременность, прерывание беременности… Что такое беременность? Это перестройка всего организма. Это перестройка легких средств, судистые системы, почки, печень. Все перестраивается даже в ранние сроки беременности. И вдруг мы все это прерываем. Представляете, какой удар? Это гормональный удар по организму женщины. И некоторые считают, что для того, чтобы восстановиться, нужно год, а то и больше года, чтобы организм восстановился после прерванной беременности. А в некоторых случаях он не восстанавливается. Возникает поражение эндометрия, затем возникает бесплодие и остальные проблемы. Поэтому прерывание, особенно первой беременности, ну, просто не… Это… Ну, я как медик, как противник абортов, я считаю, что это в определенной степени преступление. Если нет каких-то, ну, серьезных и объективных причин, например, беременность в результате изнасилования. Да, вопрос однозначно решается. Или когда есть беременность, но у женщины есть такие тяжелые заболевания, среди судистой дыхательной системы, которые требуют ее прерывания. Все. Если мы не прерываем беременность, женщина умрет. Поэтому мы должны сначала прервать беременность, оздоровить женщину и только потом разрешить ей беременность. Вот в таких случаях, да. В остальных случаях это не обоснованно. И у нас есть такое понятие – нежеланная беременность. Знаете, в каком возрасте нежеланная беременность чаще всего возникает? До 18-ти. Ну, даже до, там, 16-ти лет. И? И? После 40-ти. После 40-ка. А, 45-ти. 45-ти. Посмотрите, эта женщина, у нее есть дети, она уже бабушка. Часто бывает так, 45, может быть, и бабушкой. Но в 45, баба, ягодка опять. И возникает беременность совершенно неожиданно. Вдруг нарушается менструальный цикл, она думает, что климакс, а это беременность. Поэтому вот эти вот вопросы, аборты в этом возрасте, особенно у тинейджеров. 8-9% всех абортов – это девочки до 16 лет. У нас, в Ставропольском крае, в России – 10%. И вот все-таки, какая же еще ведется работа по профилактике, начиная со школы? Может, это классные часы или выезды медицинских работников? Как же побороться с этим? Школьные врачи занимаются этим. Мы занимались этим в школе, но, к сожалению, мы столкнулись с очень серьезным препятствием. Когда стали говорить о половом воспитании, родители детей стали противиться. И говорили, что зачем? Как вы можете говорить о половом воспитании? Да наши дети еще вообще ничего не понимают в этом, там, 10-11 класс. Да они ничего это не знают. Как не знают? Да они в интернете. Когда родители уходят на кухню, и в интернете все это видят. Поэтому они все это знают. Но лучше, чтобы это были осознанные знания, которые дает врач, чем то, что они будут искать. И они могут увидеть совершенно другое, а не то, что им необходимо знать. Поэтому, конечно, воспитание в школах нужно это возобновлять. Мы сейчас снова идем в школы. Это и педиатры, и акушерогинекологи. Мы стараемся заниматься в школах. Получается, проблему нужно решать гораздо глубже, да? И раньше. Начиная с родителей. Конечно. Не только с детей. Даже так. Конечно, конечно. Родители. С родителями иногда бывает, ну, очень сложно. Мы как-то проводили научные исследования, и в опроснике попросили детей написать, живут ли они половой жизнью или нет. Ну, и родители было просто неимоверное возмущение. Как наш ребенок, мой ребенок не может жить в этом возрасте половой жизни. А где берутся эти 10% девочек, идущих на аборты? Как раз это группа девочек 15, 16, 17 лет, 12, 14 лет. Поэтому эта проблема, ее нужно решать. От нее не нужно уходить, и родители должны это понимать. Да, и как всегда же, первый шаг решения проблемы – это ее признание. Получается, мы на этом этапе уже сталкиваемся с таким препятствием, то, что ее просто не признают в школах. Да. Ну, знаете, лучше я, как профессионал, ну, или врач-кушерогинеколог расскажет девочке, что такое беременность, что есть беременность нежеланная, что у нее очень много осложений, и можно пострадать потом на всю жизнь. Но ведь можно и не дойти до этого. И вариантов этого очень много. От этого это зависит от воспитания, от поведения, от, ну, наверное, ситуации в семье. Ну, и семья, но в 50% все-таки улицы. Это тоже нужно перебивать, это влияние улицы. Вот, чтобы комплексно подходить к решению таких вопросов, как репродуктивное здоровье, да, профилактика искусственного прерывания беременности, есть ли в Ставропольском крае специализированные программы, госпрограммы, вот, направленные на решение вот этих вопросов? Ну, в Ставропольском крае, да, от Министерства есть программа репродуктивного здоровья, но она работает только на уровне, Ставропольского края и только начинает работать. Есть пилотные программы в шести регионах России в 2023 году, они так и называются, репродуктивное здоровье. Вот у нас эти программы, ну, это пилотные, у нас эти программы начинают работать, они потихоньку все время работали, но сейчас нужен больше охват населения, сейчас нужно, ну, больше работать, и особенно с подростками, подростками в школах, училищах, даже молодежью в университете. Мы стараемся читать им лекции. А вот именно в рамках нашей региональной программы какие же мероприятия предусмотрены? Ну, это акушерогинекологи в районах, они, один, одна из задач, это чтение лекций в школах и в районах. И у нас есть детские гинекологи, которые занимаются, собирают подростков и группу, группы подростков и читают им лекции по проблемам репродуктивного поведения. И вот как раз-таки сейчас, раз мы с вами и проводим эту информационную работу, давайте расскажем, за сколько же времени нужно начинать подготовку именно до планируемой беременности? Ну, здесь ключевое слово с планируемой беременностью. К сожалению, большая часть беременности не планируется. Возникла беременность и возникла. Ну, или рожать, или делать аборт. Это неправильно. Здесь нужно действительно планировать беременность. Методы предохранения от беременности, методы контрацепции, их очень много. Начиная от банальных барьерных методов контрацепции, использования презерватива, и заканчивая гормональной контрацепцией, которая есть разработана именно для подростков. И когда девочка, ну, женщина планирует беременность, уже они живут в этой части, брак или гражданский брак, но они решили запланировать беременность, отменяется контрацепция, начинается подготовка, они идут к гинекологу. Вот у меня на приеме приходят молодые женщины и говорят, я вот решила забеременеть. Вы обследуйте меня и решите вопрос, можно ли мне беременность, или мне что-то нужно лечить. Смотрим, обследуем, берем мазки, если нужно, ультразвуковое исследование делаем, и говорим, да, нормально, можете беременеть. В некоторых случаях нужна, называется, прегравидарная подготовка, то есть подготовка к беременности. Ну, например, там есть некоторые заболевания крови, есть ситуации, когда были уже выкидыши, и родов не было, а женщина хочет беременеть. И вот здесь нужна, называется, прегравидарная, то есть подготовка перед беременностью. Это различные препараты, которые улучшают условия для прикрепления плодного яйца, для возникновения эмбриона, зародыша, плода, ну и вынашивания беременности. Поэтому, ну, это определяет акушерогинеколог. Поэтому лучше перед планируемой беременностью посетить акушерогинеколога. То есть не стоит вот так не обдумавши начинать пить какие-либо витамины, как это часто бывает. Всегда первым шагом нужно сходить к специалисту и уже от этого строить свою дальнейшую беременность. Конечно, сейчас очень можно, например, модно витамин D пить. Но сначала определите в крови, потому что у вас нормальная концентрация. Высокая концентрация витамина D может вызывать повреждение печени, повреждение кожи, повреждение волос. Поэтому бездумно пить. А у нас увидели рекламу, что нужно пить витамин D, и начинают его пить. Это совершенно неправильно. Везде должен быть рациональный подход. И врач назначит то, что необходимо женщине для подготовки к беременности, если в этом есть необходимость. А если мы рассмотрим такой вид беременности, как ЭКО, есть ли тут какая-то специфическая подготовка? Или всё то же самое? Да ну что вы. Во-первых, её обследуют более тщательно. Выясняется причина. Бесплодия. Или мужского, или женского. Но сначала пытаются его устранить. Если это неэффективно, тогда выполняется экстракорпоральное оплодотворение. А перед этим там очень тщательно обследование идёт. Обследование печени, почек, матка, маточные трубы, как функционируют яичники. Как у мужчины. Всё ли нормально у него со здоровьем. У мужчины выясняется ситуации, которые способствовали возникновению бесплодия. И только после этого решается вопрос ЭКО. И опять же, ЭКО – это подготовка. Потому что экстракорпоральное оплодотворение – это тоже гормональный удар. Многие сейчас женщины, которые идут на ЭКО, они прекрасно это знают. Это гормональный удар, который вызывает определённые изменения в организме женщины. И тоже потом нужно восстановление. Ну, ЭКО, беременность. Но эти женщины, они готовы к наблюдению. Они хотят возникновения беременности. И поэтому они более тщательно наблюдаются, чем все остальные. И плюс, наверное, тут очень сильно именно психологическая составляющая, которую вы говорили в самом начале. Вот как часть репродуктивного здоровья – это же ещё и психологическая подготовка. Конечно, конечно, психологическая. Но здесь нужно, чтобы работал ещё психолог. Иногда бывает чрезмерная, когда женщина очень сильно реагирует, если неэффективная ЭКО. Эффективность ЭКО составляет у нас 37-38%. Кажется, это не высокая цифра, но на самом деле это очень хорошая цифра. Вот наши центры, которые есть, которые работают. Самые активные центры – это перенатанное центре на Лермонтово, диагностический центр. Очень хорошие результаты, и мы получаем хороших детей. Но это требует очень серьёзного подхода. Если происходит неэффективное, то есть ещё 60% неэффективное, это серьёзный удар, в том числе и эндокринные изменения, но и по психике. Поэтому у женщин должен психолог. Кстати, как и у девочек в школах должен быть психолог. И у мальчиков. Но у нас их нет в штатном расписании. А вообще желательно, чтобы это было введено. Но есть ли такие цели и планы именно работы, чтобы изменить кадровый состав? Или дополнить, правильно так? Ну, знаете, кадровый состав сейчас очень сложно. Я думаю, что не секрет, что у нас 40%, 30-40% врачей в Ставропольском крае не хватает. В России доходит в некрихионах до 50%. Ну, есть над чем работать, конечно же. Конечно. Ну, университет над этим и работает. Выпускаются врачи разных специальностей. Мы стараемся выпускать именно те специальности, которые сейчас дефицитны. Виктор Алексеевич, и в заключение, можем ли мы сказать для наших телезрителей, что диспансеризация является, наверное, одним из первых и ключевых шагов как раз-таки в предупреждении и сохранении репродуктивного здоровья? Один раз в два года женщины должны после 18 лет вообще наблюдаться один раз в два года, быть у гинеколога. Что включает УДД осмотр гинеколога? Это москиноцитологию, это исследование молочных желез. Казуистика была у меня, даже немного дружженщина пришла с доношенной беременностью. А у нее опухоль в молочной железе. А спрашивают, когда у вас опухоль? Да, я обнаружил ее в начале беременности. А почему никому не обращались? Ну, я подумал о рожу и потом приду. А там уже четвертая степень рака. Это уже легкомыслие, конечно. Это просто безобразие. А вот это отношение большого количества населения. Диспансеризация – это ни о чем. Это неправильно. Диспансеризация – это выделение групп, риск и определение, здоровое или нет. Есть заболевание, значит, нужно или проследить, или лечить, направить на оздоровление. Тем более у нас регион, кавказские минеральные воды, санитарно-курортное лечение, реабилитация, она разработана уже давно. Все это есть. Поэтому диспансеризация должна наблюдать, проводиться женщина. Вот это обследование. Это мазок шейки на онкологию. Это молочные железы. Это ультразвуковое исследование. И самое главное, вот из этого всего вывод, что надо проходить, и чем раньше, тем лучше, несмотря ни на что. Конечно. Не забывайте, что кушерогинеколог – это не враг, это друг, который придет всегда вам на помощь. Виктор Алексеевич, очень доступно, очень непонятно объяснили нам о важности сохранения профилактики репродуктивного здоровья. Спасибо, что наше время прийти к нам сегодня и вот так доступно объяснить о важности всех этих вещей. Спасибо. Об этом говорить нужно чаще. И у вас на телевидении тоже. Абсолютно согласна. Спасибо. Спасибо. Дорогие зрители, у нас в гостях был Виктор Аксенин, как главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Ставропольского края. И, как всегда, до встречи в эфире актуального интервью. И оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова